Я бы хотел немного поговорить с вами о белках. Белки – одна из тех вещей, о которых очень сложно не думать. И, конечно, белки у вас ассоциируются с мясными и молочными продуктами. Вы когда-нибудь задумывались, каким образом была установлена норма потребления белков человеком? Это было сделано в конце 19 века. Такими учеными, как Карл Фойт из Германии, и Чарльз Эд Уотер из Соединенных Штатов, и рядом других ученых. Вот что они сделали. Ни больше, ни меньше. Они обратили внимание на население. Пришли к выводу, что люди интуитивно выбирают правильную еду. Если вы были недостаточно состоятельны, чтобы выбирать такую еду, вы, естественно, не принимали участие в принятии решения. Поэтому им пришлось включить солдат, рабочих и офисных работников, более успешных людей. Если вы могли себе позволить съесть мясо или растительные продукты, то есть любую еду, естественно, их вывод был такой, что люди интуитивно сделают правильный выбор. Они обратили внимание, чем питались более успешные люди, и решили, что именно столько белков вам и нужно. Надменность. Тупость. Я вам гарантирую, что это все, что было сделано для того, чтобы установить нормы потребления белков, которые ваш доктор рекомендует сегодня. Они были основаны на общественном мракобесии, что состоятельные люди умнее тех, кто не может себе позволить дорогую еду. Вот и все. А человеку по имени Рассел Хенри Читтенден это не понравилось. Как я говорил, он был главой отделения биохимии в Юельском университете в начале 20 века. Он опубликовал свою книгу «Физиологическая экономия в питании» в 1904. Ему не нравились рекомендуемые нормы, и не нравилось ему вот что. Он обратил внимание на разные части мира, например, Центральную Америку, Африку и Индонезию. И он увидел миллионы людей, живущих на количестве белков вдвое меньших рекомендуемых. Рекомендация была потреблять 130-180 грамм в день. Но он увидел людей, живущих, потребляя 60-70-80 грамм в день. И он понял, что что-то здесь не так. К тому же он встретил вегетарианцев. И он сказал, они живые, о боже, они живые. Как они могут быть живы, потребляя 40-50-60 грамм белков в день, когда всем известно, что это невозможно. И он решил проверить это сам. Он начал проводить эксперименты. Первый был на себе. Тут торопиться нельзя, кто-то может пострадать, поэтому он первым делом провел эксперимент на себе. Он изменил свое питание с примерно 120 грамм белков в день до 40 грамм белков в день. И он сбросил вес, стал чувствовать себя лучше, и артрит в коленях перестал его беспокоить. Он был так воодушевлен. Далее он сделал следующее. Он взял своих коллег, 5 человек из преподавательского состава, и посадил их на диету. Он тщательно отобрал этих людей, выбрав тех, кто не занимался физическими тренировками. Потому что он не хотел перестараться, не хотел действовать необдуманно. Он посадил их на диету, они сбросили вес, стали чувствовать себя лучше. Далее он взял более физически активных людей. Он взял 13 санитаров из армии. Они были не только физически активнее, но и усиленно тренировались один раз в неделю. Он посадил их на диету, и все они растели и сбросили вес. Для финального эксперимента он взял 8 студентов-спортсменов, олимпийских спортсменов. Он посадил их на диету, и их показатели улучшились на 45%. И эти исследования были опубликованы в 1904 году. Прошло 100 лет, и мы все еще слышим абсурд, когда дело касается потребления белков. Еще один мой герой, Уильям Роуз. Свою последнюю работу он опубликовал в 1952. Он опубликовал 16 работ по биохимии, считающихся классикой литературой о питании. Одни из самых важных научных работ, когда-либо опубликованных, были созданы Уильямом Роузом. Он начал с изучения крыс. Почему он изучал крыс? Потому что крысы были моделью для изучения питания. И ученые Осборн и Мандел провели исследование еще в 1913. Возможно, вы помните эти исследования, они были в ваших учебниках. Они показали, что, если кормить крыс растительными белками, они росли плохо. Это были белки B класса, или низшие белки. Но если добавить немного мяса в рацион крыс, они росли отлично. Поэтому мясо было названо белками А класса, или высшими белками. Помните эти графики? У меня в учебниках они были. Это были эксперименты Осборна и Мандела в 1913. Но в то время Осборн и Мандела кое о чем не подумали, и это то, что крысы не люди. В результате их оценка была неправильной. Но Уильям Роуз взялся разобраться в этой ситуации. Он сделал следующее. Он взял своих студентов в колледже и посадил их на различные диеты, чтобы определить их потребности в белках и аминокислотах. Он выяснил, что мы эффективнее, чем крысы, и что наши потребности в аминокислотах и белках очень малы. Эта таблица, которую вы можете увидеть во многих моих книгах, отчетливо показывает, что обнаружил Роуз, и это то, что потребность в аминокислотах и потребность в белках легко покрываются любым отдельным растительным продуктом питания. Любой отдельный растительный продукт питания покрывает не только минимальную потребность, но и рекомендуемую норму, которая в два раза превышает минимальную. Люди должны были в этом разобраться, потому что на самом деле у них были эти данные в 1930-х и 40-х годах, и это данные о содержании белков в молоке различных животных. Вы можете увидеть, что содержание белков в человеческом грудном молоке очень низко. У нас 1,2 грамма на каждые 100 грамм молока. Почему содержание белков в человеческом молоке так низко? Причина в том, что люди растут медленно. Около 17 лет с момента рождения уходит у человека на то, чтобы достигнуть размера взрослого. В то время как животные растут быстрее, и им нужно больше белков. Если посмотреть на содержание белков в молоке различных животных, а также посмотреть на скорость их роста, вы увидите, почему у других животных другие потребности в белках. Например, корова удваивается в размерах за 47 дней, в то время как у человека это занимает 180 дней. Кошка удваивается в размерах за 10 дней. Посмотрите на различия в содержании белков в молоке этих животных. Как видите, для больших темпов роста нужно больше белков. Восходной ошибкой Осборна и Манделла было то, что они это не учли. Теперь ваш пациент задает ваш любимый вопрос. Откуда брать белки? Давайте уделим минуту и попытаемся разобраться с этим. Есть диагноз, который мы называем тревогой из-за белков. У пациента никогда не было дефицита белков, но он беспокоится о получении достаточного количества белков, и он точно не знает, что такое белки. Потребности в белках. Рекомендуемая дневная норма составляет примерно 0,8 грамма на килограмм веса тела. В среднем для женщин это 46 грамм в день, для мужчин примерно 56. Есть погрешность, большинству людей будет вполне достаточно меньшего количества, но это хорошая рекомендация. Итак, если не есть мясо, если вы призываете пациента отказаться от него, где же им взять белки? Что ж, удивительная вещь в том, что во многих продуктах есть белки, предположим, в день я ем 2000 калорий, и завтра я буду есть только брокколи. Только брокколи. Я получу 146 грамм белков. Если на следующий день я не буду есть ничего, кроме чечевицы, из 2000 калорий я получу 157 грамм белков. Если я буду есть только кукурузу или только овсянку, я все равно получу много белков. Даже если есть только картофельное пюре, даже тогда можно получить, на удивление, немалое количество белков. Я, конечно, не рекомендую так делать, и я слышу ваши возгласы, «Постой-ка, ведь было что-то про незаменимые аминокислоты, какая-то проблема с ними». Вы помните этот список смеш-школы? Незаменимые аминокислоты. Вы врете. Вы не помните этот список. И на то есть причина. Это потому, что вам никогда не попадался в случае дефицита трианина. Вы такое не видели? Никто не приходил к вам с пониженным уровнем валина. Причина в том, что незаменимые аминокислоты присутствуют и в растительных продуктах, и обычно мы употребляем разнообразные продукты. Ваши пациенты не будут испытывать дефицит белков. Так просто не бывает. Академия питания и диетологии высказала свою позицию по этому поводу. Вегетарианские диеты, включая веганскую диету, обычно соответствуют или превосходят рекомендуемые нормы потребления белков. Если вы едите достаточно калорий, и это также справедливо для спортсменов. Спортсменам нужно больше белков, это правда, в зависимости от того, чем они занимаются. Но что они делают? Они едят больше, и вместе с этим получают белки. Старое представление, с которым я вырос в Фарго, Северная Дакота, белковая еда, это мясо, а овощи и другие продукты, в них вообще нет белков. Мысль, которую вы должны внушить своим пациентам, другая еда содержит белки. В овощах есть белки, в бобах есть белки, в зернах есть белки. Если убрать с тарелки мясо, вы все равно получите достаточно белков, если потребляете достаточно калорий. Так, что это? Что это? Это воздух. Так, откуда вы берете кислород? Если взять образец воздуха, в нем примерно 21% кислорода, остальное – азот. Получу ли я достаточно кислорода, дыша? Что если я спортсмен? Если вы спортсмен, вы дышите больше. Белки, они немного похожи на кислород. Они присутствуют в вашей еде. И вам не грозит дефицит, если только вы не едите ничего, кроме конфет весь день. И от этого будет много других проблем. Субтитры делал DimaTorzok Кузьм 부с Субтитры делал DimaTorzok